Камерный хор Государственной академической филармонии выступил с концертом «Сияние Рождества». В программу вошли праздничные сочинения Камиля Сенсанса и Бенджамина Бриттена. Этот романтический мелодический цикл Бенджамин Бриттен написал во время Второй мировой войны, как противостояние насилию и безумию этого времени. Цикл написан для арфы и детского хора, но мы исполняем это смешанным хором в обработке. Сольные партии исполнили ведущие оперные солисты театра «Астана опера» и артисты симфонического оркестра. Среди них Бибигуль Жанузак, Дина Хамзина и Азамат Жилтыркозов. Любовь Ткаченко, исполнившая партию для арфы, впервые выступила вместе с хором. Это мой первый опыт работы с хором. И это большая ответственность для меня. И это очень интересно, потому что я узнала много нового. У хора есть своя специфика, это не оркестр, это особый организм. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В Алматы в Центральном государственном музее открылась международная выставка авторских кукол и медведей Тедди. Взору зрителей предстали около 500 работ мастеров из Казахстана, России, Кыргызстана и Беларуси, а также проект «Игра в кораблики» и творение учеников детской художественной школы. Особое место в экспозиции заняли куклы, отражающие историю шелкового пути, демонстрирующие роскошь и богатство образов, раскрытые посредством техник и материалов. Раньше, в 19 веке, это казалось как само собой кукла, когда на ней одеты шелк натуральный и ткани. Со временем это утратило себя, а мы сейчас пытаемся возродить и показать, что все-таки в авторских работах, в авторских куклах использовался натуральный шелк, натуральный хлопок, порча натуральная. Именно что касается этого проекта, мы работали с тканями, в основном только натуральными, камнями и тканями. Каждая работа выполнена вручную, без повторов. Процесс создания занимает от месяца до года. Помимо кукол из полимерной глины, войлока и текстиля, на выставке было представлено несколько экземпляров техники ООАК, с помощью которой происходит переделка фабричной куклы и создание абсолютно нового образа. Театру «Намад Сити Холл» присвоено имя выдающегося режиссера Азербайджана Мамбетова. 11 лет, как нет Азербайджана Мадеича. Это выдающийся большущий режиссер. Я не знаю, младшее поколение, наверное, мало знает, но наше старшее поколение прекрасно знали великое творчество Азербайджана Мадеича. И я хочу сказать, какие ощущения. Вот, наконец-то, открылся театр, который будет носить имени Азербайджана Мадеича Мамбетова. Азербайджан Мамбетов внес огромный вклад в развитие национальной культуры. Его постановки «Хан Мен Тер», «Кокти Бедегэ Кездису», «Кузы Корпеш», «Баян Сулу» и «Абай» пользовались большой популярностью. Режиссер отличился не только в театральном искусстве, но и в сфере кино. По-моему, идея была Сайляу. Вот Сайляу художественный руководитель этого театра и директор Турсумбек. Вот у них, это их не была идея, чтобы сделать этот театр имени Азербайджана Мадеича Мамбетова. Вот, я так думаю, Сайляу прекрасно знает Азербайджан Мадеича, он работал с ним. Азербайджан Мадеичу Сейчас же мы расскажем вам о событиях ближайших дней. 25 декабря гости филармонии имени Жамбыла смогут насладиться концертом «Маска. Я тебя знаю». 26 и 27 декабря в Театре Астана Опера состоится премьера оперы «Любовный напиток». 26 декабря труппа Театра имени Шанина даст спектакль «Кутпягенки с десу».